30 лет прошло с последнего чемпионства Ливерпуля. Неужели коронавирус отнимет у красных верняковый трофей? Предпосылки к этому есть. Всем привет! Свежий выпуск новостей готов! Ребят, давайте повангуем в комментах! Пишите в комментах точную дату, когда футбол окончательно вернется к нормальной жизни и состоится эта самая замена, которую все мы ждем. А через время вернемся к этому видео, заглянем в комменты и посмотрим, кто оказался прав. Ну а сейчас начинаем! Новости одной строкой в эфир. В Испании разрешили тренировки с 4 мая. Ла Лига начнет с индивидуальных занятий. На 5 или 12 июня запланированы матчи без зрителей, заявляет АС. Лэмпорт звонит Мертенсу каждый день. Об этом рассказал агент Винченцо Марабита в комментарии «Футбол Италия». Вероятность трансфера довольно высока. Наметился прогресс в переговорах Барселоны и Торштегина. Вратарь продлит контракт еще на 4 года, сообщает Мунда де Портиво. 21 июня – самая вероятная дата возобновления сезона РПЛ, по словам президента Премьер-лиги Сергея Пряткина. Барселона разрешила Ювентусу вести переговоры с Артуром. Инсайдит Мунда де Портиво. Экс-голкипер сборной Германии и Арсенала Йенс Лемон переболел коронавирусом. Об этом рассказал сам экс-футболист в интервью Билд. Реал и Ювентус продолжают вести переговоры с МЮ по трансферу Пагба, если верить журналисту Джанлуке Димарцио. Тоттенхэм возобновил тренировки, пока футболисты тренируются в малых группах. Упамикано согласовал контракт с Баварией, делится информацией Билд. На футболиста также претендовали Реал, Барселона и Арсенал. Ребят, пока мы скучаем по футболу в режиме самоизоляции, самое время обратить внимание на киберспорт, который сейчас процветает. И есть отличный сайт ggbet, который поможет вам ближе познакомиться с миром киберспорта. Ну а промокод INSIGHT даст вам плюс 100% к депозиту. Ссылочку вы найдете в закрепленном комментарии. Ну а мы продолжаем. Арсенал пока не планирует продлевать контракт с Азилом, сообщает ESPN. Контракт немца с канонирами истекает летом 2021 года. Фиорентина предлагает Кьезе трехлетний контракт на 13,5 миллионов евро, информирует La Gazette de la Sport. На игрока претендуют UVMU Chelsea Inter. Футболку Марадоны продали за 55 тысяч евро на благотворительном аукционе. Все вырученные средства отдадут неаполитанским больницам на борьбу с коронавирусом. UEFA обязал Европейские лиги до 25 мая подготовить план по возобновлению турниров, передает Sky Sports. Barca предложила Аяксу, Нетто и Оленью в обмен на Анана, инсайди de Telegraph. 14 июня – крайняя дата возобновления серии А. После нее розыгрыш будет завершен досрочно, если верить изданию ANSA. Эвертон заинтересован в подписании Хамеса. Каутинью – запасной вариант, если верить журналисту Николас Кире. Мадридский Реал наблюдает за прогрессом 18-летнего вингера Пеньяроля Факунда Пелистри. В ближайшее время сливочные могут сделать предложение по игроку, которого оценивают в 9 миллионов евро, сообщает Goal. Игроки ПСЖ отказываются от снижения зарплаты в связи с пандемией коронавируса, утверждает Ликип. Донни Ван Дебек находится в сфере интересов трех клубов – МЮ, Реала и Ювентуса, пишет Мунда де Портиво. Атлетика предложил Кавани трехлетний контракт, сообщает Никола Скира. Бавария заинтересована в Калюлю из Лиона. Парню 19 лет, играет на позиции правого защитника. Летом должен стать свободным агентом. Неплохая сделка для Мюнхена. Монако не будет выкупать Бакаяко, сообщает RMC Sport. Контракт футболиста принадлежит Челси. Официально чемпионат Чехии планируют возобновить 25 мая. Чемпионат Азербайджана возобновится 23 мая. Об этом в интервью изданию MetaRatings рассказал галкипер Сабаила Александр Рыбко. АПЛ возобновится 13 июня, если правительство Великобритании даст свое согласие. Об этом сообщает Mirror. В английских СМИ появились первые фото тренировок Арсенала. Полнейшая самоизоляция. Лионель Месси признан лучшим игроком 21 века по версии системы ELO, которое высчитывало влияние футболистов на игру. Вслед за аргентинцем расположился Роналду на третьем месте Анри. А мы переходим к главным новостям. Федерация футбола Франции сообщила, что сезон в Лиге 1 и Лиге 2 будет завершен досрочно из-за пандемии коронавируса. Федерация приняла во внимание заявление премьер-министра Эдуара Филиппа. Меры, принятые правительством, не позволяют рассматривать возможность возобновления сезона. Федерация футбола Франции предлагает профессиональной футбольной лиге Франции LFP как можно скорее подвести итоги сезона Лиги 1 и Лиги 2 и подготовить проект возобновления деятельности в сезоне 2020-2021, говорится в заявлении Федерации. Также было объявлено о завершении женского чемпионата Франции. ЛФП также выступила с заявлением, сообщив, что официально объявит о досрочном завершении сезона 30 апреля. ПСЖ уже успела отреагировать. Руководство клуба заявило о том, что уважает решение правительства Франции, но в то же время выразило желание доиграть Лигу чемпионов на полях другой страны. Ожидается, что самый престижный клубный турнир Европы возобновится в июле или августе. Глава медицинского комитета FIFA Мишель Дхога считает, что игрокам следует запретить плеваться на поле во время матчей. Его слова цитирует британское издание The Telegraph. «Плеваться – это крайне неигиенично. К тому же плевки на поле – простой способ заразить кого-нибудь. Футболисты должны стараться не делать этого. Не знаю, может быть, введение желтых карточек за плевки на поле – это хорошая идея. Мы должны быть осторожны, когда сезон возобновится. Я настроен не пессимистично, но скептически». Друзья, как вам такое возможное нововведение? По данным испанской ТВ-программы «Эль Черенгита де Хугонес», Пауло Дибало сдавал положительный результат на коронавирус 4 раза за полтора месяца. Его первый положительный результат на COVID-19 был зафиксирован 21 марта. По информации журналиста Хосе Пепедрероля, последнее тестирование также определило наличие вируса в организме Пауло. Слава богу, в последнее время болезнь протекает бессимптомно, передает программа Черенгита. И напоследок немного поднимем вам настроение. Джорджина Родригес выложила видео очередной тренировки на карантине. В этот раз все пошло не совсем по плану. Девушка делала упражнения с эспандером, когда ее занятие прервала дочка. Сначала она путалась у Родригес под ногами, а потом опрокинула телефон, на который Джорджина вела запись. Вот такая она, неусидчивая дочь Криштиану Роналду. Ребята, мы призываем вас бодриться духом и подписываться на наш канал. Впереди столько всего интересного. Вы же не хотите это пропустить? Всем крепкого здоровья, пока-пока.